Люди, которым не хватало тепла в течение весны, наконец-то получили возможность погреться на солнышке. Это бесспорно приятно, однако нельзя забывать о правилах безопасности не только на воде, но и вблизи нее. Ведь солнечный удар и тепловой могут подстерегать в летнюю жару где угодно – на берегу реки, в походе, на даче, на городской улице и даже в душном офисе. Солнечный удар – это перегрев незащищенной головы. Есть солнечный удар, есть тепловой удар. Разница теплового удара – это когда организм перегревается, нет теплоотдачи, поэтому человеку становится плохо. Симптомы солнечного для теплового удара – это плохое состояние, предумрачное состояние, потливость, красное лицо гиперемированное, может быть, бледное наоборот, головная боль. Радость солнечным теплым дням – это прекрасно, однако, как заметила в разговоре с нашей съемочной группой врач отделения общей врачебной практики номер 2 Алина Ковзолович, нужно быть на чеку. Ни солнечные удары, ни опасный для кожи ультрафиолет никто не отменял. Именно поэтому нужно соблюдать самые банальные, но при этом очень важные правила. Носить головной убор, купаться, пить много воды, кушать наружное, часто заходить в помещение с кондиционером. Если человек себя почувствовал плохо, можно сообщить рядом. Человеку нужно транспортировать в прохладное место, в тенек, снять верхнюю, ну вообще всю одежду, дать воду, если он там в сознании, все хорошо, принять много, большое количество жидкости. Намочить полотенце, полотенце лучше положить в область, подмышечную область, паховую область, область головы. Вызвать скорую медицинскую помощь для того, чтобы посмотрел врач и определил, насколько все плохо или хорошо. Если он себя чувствует нормально, он пришел в себя, ничего не беспокоит, головной боли нет, тогда можно не вызывать скорую медицинскую помощь. Соблюдая все эти правила, можно обезопасить себя, ведь тепловой удар – вещь не из приятных, он развивается стремительно. И чаще всего это происходит в жаркий летний день после долгого пребывания на солнце. В основном это относится к тем людям, которые имеют огромное желание немного вздремнуть на пляжном полотенце или на удобном шезлонге. Бесспорно, что под теплыми лучами вы мгновенно можете уснуть. Потому чтобы ваш отдых был приятным и спокойным, нужно соблюдать все правила. Если все же солнечные лучи добрались до вас и вы почувствовали недомогание и головокружение, то стоит обратиться к врачу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.